Синний небес, так звёздна луна, Нам сияет меч Перуна. Очищает души наша, Царь огонь утеха наша. Гори ясно, Царь огонь, Коловраты по салонь. Гори, гори ясно, Чтобы не погасла, Поднимайся до небес, Отзаряй ты всё. Алёшины сказки. Сказка седьмая. Очищение огнём. Осень была неотступна. С каждым днём становилось всё прохладнее. Приближалось новолетие, 7522 лето. Этот древний славянский праздник Наши предки обычно праздновали в день осеннего равноденствия. Собирались у костра, Водили хороводы вокруг, Прыгали для очищения души через костёр. А для очищения духа Ходили по углем, кто желал. Насильно никого не тянули. После закатывали пир горой, С песнями да плясками. А если задуматься, что удивительно, Не припомню, чтобы на каком-нибудь празднике веселья не было. Или с грустными, унылыми лицами Можно было кого-то встретить. Хоть масленицу возьми, Хоть к оляду, хоть к упалу. Всегда веселье было. Может, от того, что всё в своей жизни Наши предки в радости делали. Да от чистого сердца, Со всей душой. А потому искрились всегда у людей На лицах улыбки. А коли тебе все искренне улыбаются, Разве останешься равнодушным? Так вот, раньше душой люди и общались. Не стояли уныло, Глядя на стенку с картинками, Да песни заунывные не слушали. Оттого они и говорили, Жизнь надлежит прожить в радости, Ибо она есть лишь миг единый. Так-то. Осенний ветер трепал волосы На голове у мальчишки. Алёша давно заметил, Что с приходом холодов Ветер словно по команде Менял своё направление. Теперь преобладал северный ветер. Время его царствования Продолжалось вплоть до праздника Коляды. И только с началом весны Он, словно заинтересованный тем, Что происходит в другой части света, Стремился туда посмотреть. Что же там? Может, оттого и говорили в народе, Вольный ветер! Оттого, что он куда хотел, Туда и летел. Как пастух гнал он за собой облака, Чтобы было не скучно. А заодно и помогал перелётным птицам, Которые собирались в тёплые края. Вместе с дедом Они стояли на обрыве скалы. Перед ними растелалась водная гладь Тихого океана. День был пасмурный, Солнце уже встало, Но теперь скрылась за облаками. От этого на душе было как-то тоскливо. «Ну, Алёха, с чего начнём?» Хитро прищурился дед. Теперь Алёша знал, что нужно делать. Для начала надо было осветить место. «С костра!» – улыбнулся мальчишка. В этот раз они остановились В необычайно светлом месте. Но, как это ни печально, Тут уже побывали другие люди. И оставили после себя мусор. Пустые пластиковые бутылки, Салфетки, Пакеты из-под сока. Почему-то люди, Которые приезжали из города, Думали, что мусор можно просто выкинуть прямо здесь, И за ними кто-то его придёт и уберёт. Наверное, в городе все так делали. Тогда Алёша не знал о нравах городских жителей. Да и природа была ему ближе и роднее, чем город. «Место светлое, а вокруг грязно», – сам себе сказал он. «Ну, так давай почистим его и осветим», – предложил дед. Пока они собирали мусор в одну кучу, Алёша поинтересовался у деда. «А почему люди мусор тут бросают?» «В городе как живут, Алёша?» «Всё общественное. Места общего пользования. Дома многоквартирные. Людей много живёт в городе. А земли своей нет. Нет земли – нет опоры. Нет силы земли. Человек от земли оторванный, как дерево без корней. В нём Созидатель погибает. От того, что у него нет мира, в котором он сам хозяин. А в чужом мире как созидать? От того он начинает мусорить и другие вещи непотребные творить. От того, что не хозяин он там и живёт, как раб города. Нет земли под ногами – нет хозяина. А коли ты не хозяин, то и какой с тебя спрос? Так безответственность рождается. Слово «хозяин» мне не очень нравится. Ну да пока так давай. А после про это напомни, расскажу. Ну так вот. Думают они, что за ними кто-то придёт и уберёт. Внушили им, что не хозяева они, и что кто-то о них позаботится. Они не на природу теперь едут. Они город с собой везут. Потому что страшно им на природе остаться. От того и кричать начинают. И музыку громкую включать. От страха услышать другие голоса. Голоса природы. Так думаю. А вот мы сейчас от чего убираем? Заинтересованно посмотрел дед на мальчишку. Я как-то не думал от чего и почему мы убираем. Просто вот смотрю я на мусор, что на земле валяется. И тяжко мне. Словно в душе тоже мусор появился. А я не хочу жить с мусором в душе. Тяжело это. Правильно говоришь. Вот смотри. Пришел ты на место. Отдохнуть, может, остановился. Или дело какое-то затеял. А может, вражбу какую сотворить собрался. А вокруг мусор лежит. А само место сильное, светлое. Душа в таком. Сама раскрывается. А как только она раскрылась, Бумажный ветер подхватил и унес в небеса. А вот если в него мусор напихать, то уже никакой ветер с этим не справится. И по-другому бывает. Может, ты уже с мусором в душе пришел. Проблемы какие-то были, заботы, обиды. Вот ты их сюда и принес с собой. Душевный мусор. И тогда, даже если место сильное и светлое, В таком месте раскрыться тяжело душе. У огня есть великая сила очищения. Огонь переводит одно качество в другое. Новые формы и свойства придает миру. Свойства это есть и у человека. Может, оттого крес-яне, огнепоклонники, Говорили, что у человека огненная суть. То есть, получил что-то человек, Новую форму придал и дальше передал кому-то. Но нас пока очищение интересует. Так вот, собрал ты весь мусор и сжег, И место прибрал, и в душе место освободилось. Теперь душа спокойно может открываться И внимать красоту. А вместе с этим и место освещается. Костер всегда тепло, свет и очищение несет. Это важно для любого человека. А для колдуна, наверное, самое важное. Для колдуна, удивленно переспросил мальчик, Предки наши костер раньше называли еще Дуния. Так называли соединение небесного и земного живого огня. Заметил, что редко наши встречи без костра обходятся. Так вот и раньше наши предки собирались и костры разводили. Когда обряды проводили? Обряды? Еще больше удивился мальчик. Ну, это когда оба рядом. Ну, как мы сейчас. Видишь, как просто. Так вот, вокруг Дунии костра, то есть, Обережный круг сооружали. Но чтобы пространство вокруг огня ограничить, А круг называли кола. Оттого колесо, колодец, колокол. Человек, который внутри этого круга со днем действия проводил, И был колдун. Так можно сказать, что мы колдуны? Выпучил глаза от удивления мальчишка. Ну, есть маленько от души засмеялся дед. Наскоро они собрали весь хлам, что был вокруг, Соорудили костер и подожгли. Костер ожил. Языки пламени весело начали свою пляску. Сегодня он получился очень веселый, Словно сам радовался от того, Что совершает очищение земли от мусора. Так втроем они и стояли на обрыве. Неожиданно для себя Алеша заметил, Как на душе стало светло и радостно. Вокруг была красота в ее первозданном виде. Вдруг он понял, что-то изменилось. Слова деда будто стали явью, Словно вместе с костром они очищали не только место, Но и свои души. Он на самом деле почувствовал, Как внутри стало светло, тепло и легко. Необычайное чувство радости и легкости Охватило его. Появилась странная легкость, Будто он превратился в воздушный шар И готов был оторваться от земли. И тут Алеша заметил, Что непонятно как, Но погода вдруг тоже изменилась. То ли ветер разогнал облака, Пока они собирали мусор, То ли само солнце захотело посмотреть на то, Как они вместе с ним трудились, На благо всего живого. Они не заметили, Как изменилась погода, Но теперь остались лишь воспоминания О том пасмурном дне, Что был еще полчаса назад. Алеша взглянул на деда, И ему показалось, Что тот тоже светится от счастья. Вместе с этим он уловил Озорные искры в его глазах. Мальчишка уже видел этот взгляд раньше И знал, что он означает. Обычно после этого Дед начинал свой сказ. На Народном славянском радио Вы слушали сказку «Очищение огнем» Из книги Алешины сказки Читала Елена Кудалова «Очищает души наша Царь огонь, утеха наша Гори ясно, царь огонь, Калавраты посолонь Гори, гори ясно, Чтобы не погасла Поднимайся до небес, Озоряй ты все окрест Гори, гори ясно, Чтобы не погасла» Субтитры создавал DimaTorzok